Приветствую вас, и вы знаете, то, что времени на ваши любимые занятия не будет меньше, это безусловно так. С другой стороны, если бы ваши любимые занятия были действительно таковыми, я думаю, что они бы перспективы могли бы принести вам доход. Раз они не принесы, значит, ну, интересно, насколько они любимые. Вот, и насколько они вообще продуктивные, конструктивные, и так далее, и так далее, и так далее. Это первое. Второе. А, вы знаете, вот я заметил у вас в тексте некую такую склонность к эпатажу. Я не буду сейчас раскрывать смысл этого слова, да, значение. Я думаю, что вы сможете сами его изучить, если вам это интересно. Но, я думаю, что мне кажется, эпатаж здесь у вас не случайно, а это связано с тем, что вы не чувствуете себя реализованным, не чувствуете себя значимым. Возможно, они говорят, что это на самом деле. Так, вот, и мне кажется, что причина первоначальная именно в этом, в том, что вы не реализуетесь. Это данный аспект. Второй аспект. Боюсь работы. Что именно вы боитесь, ну, не разбирайтесь, потому что страх, это то, что лежит за пределами сознания, но вместе с тем, страх, это определенный запрет. Это запрет. Мы боимся того, чего мы себе не позволяем, того, чего мы себе запрещаем. Вот. И, соответственно, тут нужно очень деликатно и тонко все изучать. Ненависть. А, ненависть, кстати, вы написали так, что как будто работа вас ненавидит, а не вы ее. Потому что, если к новой работе, то это одно. А ненависть... Ненависть к новой работе, это, знаете, это немножко по-другому звучит. Чуть-чуть. Вот. Значит, ненависть, это связано с тем, что... Есть препятствие для получения удовлетворения. Есть препятствие для получения удовольствия удовольствием у вас. То есть, работа, по вашему мнению, лишает вас удовольствия. Ну, какого-либо. Вот. И здесь, опять же, нужно понимать, да, то есть, как говорят транзактные аналитики, значит, включать взрослого. Вот. То есть, нужно, чтобы вы понимали, зачем вам эта работа нужна. Вот. Вот вы сказали, да? Своя копеечка. Своя копеечка. Ну, хорошо. Своя копеечка. Ладно. Этого мало? Вам недостаточно этого? Хорошо. Пусть так. Если вам недостаточно, ничего-ничего. Но, тогда возникает вопрос. А что вам нужно? Тогда. Что вам нужно в таком случае? Сами работу вы найти не могли. У вас не получилось. Или вы не хотели что-то еще. Вот. Непонятно. А что делать, если устройство на работу, которое мне не нравится, отлично вы устраивались, но альтернатив никаких нет. Альтернативы есть всегда, просто вам, вероятно, они не нравятся. Или вы не принимаете для себя наличие этих самых альтернатив. Но, тем не менее, альтернатива всегда есть. То есть, тут, главное, широта взгляда. Недавно приняли на работу, первый обычный понедельник, первые пару недель практиков. Вот, для чего вы это написали, что вы в это вкладываете, ну, в это вот, в эти фразы. Высшего образования нет, оплачивать учебу нет возможности. У кого? У кого оплачивать учебу нет возможности? У вас, и не должно быть, в принципе. Вы попадаете либо на бюджет, а вы, либо оплачиваете родители. Если вы хотите учиться, если вы хотите учиться, то вы найдете деньги на учебу. Кстати, это еще один мотиватор для того, чтобы работать. Проблема заключается в том, что дома просидел много времени. По какой причине? По какой причине просидели дома много времени? А почему вы сидели дома много времени? Ничем не занимались? Вот. Вас все устраивает? У вас все есть? Родственники решили как-то помочь с родоустройством. Для чего, опять же? На эту работу решился не сразу. По какой причине? Подумал, своя копеечка, почему бы и нет? Это не тот мотив. Копеечка вам, суть по всему, не нужна. Но чем ближе день икс, тем сильнее меня сковывает страх, уверенный, что я зря на это согласился. А страх от чего? Работа мне уже не нравится. Чем? Так теперь, так еще и придется это теперь достаточно много делать. А достаточно много, насколько. То есть на собственные любимые занятия сил может и не быть. Но если занятия действительно любимые, силы будут. И это, скажем так, немного детская позиция. Что на собственные занятия сил нет. Понимаете, что вы, скорее всего, уже взрослый человек, что вам пора себя обеспечивать самостоятельно. И если ваши любимые занятия не могут приносить вам деньги, то, соответственно, нужно, будучи взрослым, принимать решения, принимать выборы. А вы такое впечатление, что вы взрослеть не хотите. Либо не хотите, либо боитесь, либо у вас нет возможности. Назад дороги нет, как альтернатив. Опять же, альтернативы нет, просто вы не видите ее. А потому как родственников не хочется привести родственников. Понимаете, жизнь важна. И если родственник делал это для вас, то я полагаю, я полагаю, что не обидится. Вот. Альтернативы есть всегда. Вопрос в том, только, что вы, ну, что вы подразумеваете, под альтернативой. Понимаете? Вот. Так что, я полагаю, я полагаю, что тут вот нужно обязательно изучить этот момент. Работа, которая мне бы нравилась, работа, которая мне нравилась, просто нет. А какие у вас интересы? Какие у вас ценности? Вы не любите работать вообще? То есть вы боитесь труда, у вас есть ощущение, что труд – это что-то плохое? У вас есть ощущение, что труд – это что-то очень тяжелое, что это неудовольствие или что? Какие проблемы, в начале того, что нет работы, которая вам не нравилась? Ага, понимаете, идеальная работа, идеальная работа – это такая, которая зачитаем в себе как активацию ваших способностей, так и вплетение в это ваших ценностей, которые у вас есть. Так что, соотнесите свои способности и ваши ценности, и подумайте, в какой сфере вы могли бы это реализовать, и что для этого нужно сделать. Довольно странная история получается у вас. Оплачивать учебу возможности нет, правда, непонятно у кого. Но при этом много времени сидеть дома – вы можете. Вот странная ситуация. Мотив… Мотив не понять. Как не совсем понятно и то, какие у вас взгляды на будущее. То есть, что вы будете делать. Но уже сейчас могу сказать, что если вы устраиваетесь на работу, которая вам не нравится, то вы жертвуете собой. И вы можете сделать так, чтобы эта жертва была сознательной, чтобы вы четко понимали, для чего эта жертва, и не привыкали к жертвенному поведению. Либо вы можете выйти из жертвенного состояния, но вам обязательно нужно что-то предложить взамен. Потому что по-другому не получится. Вот. Так можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку «Буду рад помочь». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!